Артём Слепцов Воспитанник Чарапчинской школы вольной борьбы, родом из Момского Улуса, его соперник Айдамир Шигалугов, Москва. Два последних года Слепцов является лидером Дальнего Востока и Республики Сахай-Путя в своей возрастной группе в этом весе. Вышел в финал он турнира Романа Михайловича Дмитриева, стал серебряным призёром. Очень яркая была борьба с борцом из Ирана. Пока здесь без баллов предупреждение Шигалугову. Пока вкусная. Вот такой, да, он очень зрелищный борец, рисковый. Много атакующих действий, бросков Артёма. Пытается выйти за спину соперника. Врывает руку. Да, и всё-таки зарабатывает два балла. Ирана! Эрли! Ирана! 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 2 минут прошло Сначала поединка и пока 2-0 В пользу Артема Слепцова Попытка прохода в ноги от Шигалугова Слепцов встречает соперника Завершается первый период С таким же счетом 2-0 Слепцов встречает соперника Вторая трехминутка Свисток Неплохо защищается Шигалугов Разрыв поэтому Небольшой Но все время первым номером Выступает пока Артем Слепцов Но это в его стиле В общем-то он всегда ищет борьбу Проход в ноги Поднимается Артем Догоняет соперника И за ковер Ну 2 балла здесь Да 2 балла Рабочая зона И еще 2 Зарабатывает Ну и Туши 6-0-0 Свистит Арбитр По-моему По-моему остановил Не вследствие Туши Да Или просто потому что Да Бузки из рабочей зоны 6-0 Счет Уверенно ведет Артем Неподготовленные Атаки От Шигалугова Понимает что Проигрывает И бросается В ноги Артем Спокойно встречает Эти атаки Возвращает Арбитр В центр ковра 1 балл Еще Артем Слепцову 7-0 И Партер Ушел От борьбы И За это Наказывает Арбитр Ставит Партер Работает Артем Неплохо Переворачивает Соперника 10-0 2 балла Зарабатывает Его соперник Так что 10-2 И последняя минута И еще Переворачивает Накатом 4-10 45 секунд Вот Вот в такой Обоюдо Острой Борьбе Всегда Артем Слепцов Борьбе 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 Решить Решить исход Или Еще 2 балла 8 И сейчас Если переворот То это 10-10 И 10 секунд Да Вот это Вот это Свисток И сразу Бросается В ноги Шигалугов Поднимается Даже 4 балла 14-10 Да Что-то Не то Случилось В концовке Конечно Вот это Победа С большим отрывом Выигрывал Артем Слепцов Даже Показалось Что может Он Досрочно Выиграть Но Растирал Все Свои преимущества В последнюю Минуту И Выигрывает Шигалугов Артему Придется Ждать Только Исходов Следующих Поединков С участием Этого Борца Из Москвы Айдамир Сигалугов Москва Я так понимаю Из Карачаева Черкесии Рода Да Защит Над защитой Надо поработать Конечно Артем Очень серьезно То же самое Мы видели И В финале Турнира Роман Михайлович Дмитриева Одной Атакой Не будешь Тем более На взрослом Уровне Так Следующая Схватка Этот парень Которого Мы уже Видели Да Альберт Умат Из ТВ Это Квалификация Да И И Игорь Игорь Игоров Из Чувашей А Нет Бато Сультимов Из Москвы Да Ну и Ну и Следующие Схватки Виктор Нет Бато Сультимов И Тумат А потом Уже Айтолгромов Выйдет Против Борца Из Ставрополя Льва Проломова Сультимов Первый бал 1-0 Идет Также Спортсмен Из Москвы Это Стадия 1-16 Финала На Северной Категории Святовская Борьям Отночь Снега Виктор Борьям Ставрополя Едет Южная Да, надо будет Последить за другими коврами Проход в ноги от Сультимова Бросок по конец Ну да, здесь 2 балла 5-0 уже В пользу Сультимова Бросок по конец 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 Саха-Якутия против Ставропольского борца Льва Проломова Бросок по конец И в стриминговом сервисе Федерации спортивной борьбы России В wrestlingtv.ru На этом сайте можете посмотреть все 3 ковра 4 балла Ход встречи И работает очень активно Тумат Альберт Пытается вынести за ковер сейчас своего соперника Тумат Альберт Но уклоняется Сультимов Уходит с опасной зоны Последняя минута Тумат смотрит Но он похоже свежий Есть еще силы на проведение атак В отличие от Сультимова Уклоняется от борьбы И устные замечания Пока от арбитра Но если так будет продолжаться То может и бал отдать Тумату Арбитр Если будет уклоняться То от борьбы Убегать Попытка прохода в ноги Стойки работают Полминутки еще есть Время Достаточно Чтобы провести одну хорошую атаку Что и удается Тумату 2 балла И 6-5 Уже в пользу Тумат Сил все-таки не хватило Сультимову защититься 9 секунд остается Очень свежий Тумат Альберт Физически очень Хорошо подготовлен К соревнованиям Этот борец из ТВ Конечно всякое может быть Увидели и не такое сейчас В исполнении нашего борца К сожалению Но здесь волевая победа Альберта Тумат Из ТВ Борцовской республики Тоже Спокойно Воспринимает этот успех Спортсмен Пожимает руку сопернику И его тренеру Вот Бросок Тумата Первый Переворот Блестящая Борьба Вот Прием который привел к победе Хорошая схватка Равная Конкурентная И с большим количеством приемов Александр Степаныч Тоже Контоев Призер чемпионата мира Айталгромов Лев Проломов В рифму Айталгромов Также еще один борец Родом из Аймеконского Улуса Села Ичугей Что в переводе Означает Хорошо Ну посмотрим Как себя покажет Айталгромов К сожалению Наш лидер Конечно уступил Так что надо Перенимать Желтую майку Лидера Эстафетную палочку И Бороться за медали Оставшимся борцам Также в этом весе Мы увидим Эдуарда Попова Юлиана Григорьева Ну и победа Одержали Виктор Яковлев Шагиня Григорьева В Республике Кангистан Который Вершая 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 Проломов 2 балла 4-0 Также у воспитанника Черопчинской школы Вольной борьбы Айталгромов Заключительная минута Первого периода Лев Проломов Ставропольский край Говорили мы о том Что много Борцов Из Дагестана Тоже Там Занимаются И тренера Наверняка Тоже есть В общем Борьба Поднимается Конечно Когда Обогащение Идет из такого Региона Борцовского Борцовской Республики Мощный парень Проломов Последние секунды И 30 секунд На отдых Что-то посоветовать Надо Айталгромову Я пока За счет чего Он может сейчас Выиграть Не очень Понятно Пока Проломов Очень Уверенно Ведет схватку Контролирует Ход встречи Проломов 4-0 И еще 2 балла Да 6-0 Уже В пользу Борца Из Таврополя Да Проломов Хорошую схватку Показывает Борец Айталгромов Пока Нет Чего Не показал Ни одного Результативного Действия Ну Посмотрим В концовке Всякое бывает Что мы Посмотрели Да Александр Да К сожалению Артем Слепцов К большому И великому Сожалению Проиграл Проиграл Первую схватку Ничего Не предвещало Казалось бы Да Счет 10 Последняя минута Там осталась Да И даже Там Не 10-2 Даже 10-0 Было Но Сразу 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 Мгновенная Контратака Последовала И 10-2 Далее Немного Ну Такая Неминутная Да Какая-то Расслабленность Ну То же самое Мы видели И в финале Турнира Романа Михайловича Дмитриева Я думаю Что это Ну Такой Тревожный Звоночек Да Что надо Ну а так-то По борьбе В первом Периоде И в начале Второго Периода Артем Вообще Ну да Очень заряжен Настроен Глаза Горели Все время Шел вперед Но Как будто Подменили Человека Да Интересно Конечно Всякое Бывает И 11-0 Проломил Проломов Досрочную победу За минуту До окончания Выигрывает Этот поединок Мощный парень Да Да Проломов Кстати Тоже боролся На турнире Романа Дмитриева Причем Неплохо Боролся Фигура Такая Классическая Да Когда Представление Рисуется Когда Говоришь Борис Да Мощный Парень Крепкий Так Сейчас Тоже Мы продолжаем В категории 61 килограмма Выйдет На ковер Еще один Кстати Вот Да Делегация Из Сунтарского Луса Внизу Глава Района Анатолий Васильевич Григорьев И наверху Сидит Семен Павлов Отец Льва Павлова Нашего Семен Сейчас Работает Начальником Управления Комитета По спорту В Сунтарском Районе Сам Борется Кстати Очень неплохо Является Мастером Спорта По вольной Борьбе Мастером Спорта По борьбе Хабсагай Одновременно Участвовать И организатор Да И руководит Командой И тренер В общем Многостаночный Да Еще и Сын его Да Успешно борется Сегодня Будет представлен В финале Сразу же Проход в ноги От Саблирова Да И два балла Первые 10 секунд Совсем молодой Еще Юный Можно сказать Да Наш Борец Кононов Такой Юноша Избилят Для него Это Скорее Опыт Наверное Поступление Снова Продергивает Выходит За спину Саблиров Гораздо Лучше Он выглядит Первую Минуту 4-0 Уже ведет Работает В партере Поднимает Тоже Родом Из Карачаева Черкесской Республики Как я понимаю Тренер Из этого Из этой Республики В его углу Так Ну Арсен Кононов Атакует К сожалению Да Два Балла Забирает 2-4 И Сейчас будет Борцов Поставить На стойку Ну Соперник Тоже Совсем Еще Молодой Да Видно Что Ребята Оба Очень Юные Молодые Спортсмены Возможно Даже Они Только Вышли Из Кадетов Да Скорее Всего Я Вот С тренерами Поговорил По Данилу Махначевскому Который Сегодня Будет Представлен В Бронзовом Пенале Он Воспитанник Усть Алданской Школы Борьбы Родом Из Села Орлах Он Уходится Да Если Выехать Из Барагонца В сторону Нижнего Бестяка То Село Орлах Небольшой Да За Селом Сырдах Есть Такое Феление Которого Которого Вышел И Данил Махначевский Легко Сейчас Как-то Прошел Многих Саблиров Еще 2 балла 6 Баллов Записывает На свой Счет Саблиров 8 И Балл Нет Не смог Взять Кононов 8 Против 2 Первый Первый Период Уже 10 баллов Разыграли Да Я Все таки Не отошел От поражения Артема Слепцова Рассчитывали На него И тренеры И якутские Болельщики Ну Если не золото То как минимум Да Выход В финал На медаль Точно Рассчитывали Да И Такое Иногда Тоже Происходит В спорте Надо отдать Здесь Должное И Сопернику В первую очередь Сопернику Да Артема Слепцова Айдамирова Шигалугову Который При счете 2-10 Не растерялся Не Сложил Руки А Пошел вперед Мы можем Только пожелать Ему удачи Чтобы он Прошел Как можно дальше И Финал Да Ну Что-то мне подсказывает Что-то мне подсказывает Это будет Сложно Да Конкуренция Тоже очень высокая В этом весе Да 61 килограмм Второй Перед И 2-8 По-прежнему В пользу Саблирова Кстати нам надо Также не упустить И схватку Второй схватку Романа Николаева Наверное через пару Боинков он наверное выйдет И да Накат Переворот Накатом Счет Стал 4-8 Арсен Кононов Работает В положении Партера Еще минута 35 секунд Урон Затем 3-6 Штүрл 3-9 Таши 9-10 4-120 3-10 Quinn had 2-3 Партак 1-1 2-3 И将 1-2 2-3 И将 4-6 1-3 1-7 Раз dont И将 2-6 3-6 2-6 последняя минута из 6 может быть сейчас если хотя не защищается саблиров надо вытащить его очень важно сейчас забрать до 2 2 балла и что да свисток поднимает мы не знаем не как-то да это поспешила атакующая позиция была более да и четырехбалльный бросок да кардинально изменилась ситуация да вот от арбитра но очень много зависит да если бы тогда смог продолжить 2 балла дал под дал бы поработать то возможно сейчас счет бы стал 6 8 здесь челлендж скорее от безысходности челлендж да потому что в каком эпизоде челлендж был брошену скорее всего за предыдущий эпизода или что там балла не было а здесь было четыре балла нет скорее всего за этот и может быть они просят чтобы обоих баллы или два не знаю но посмотрим может чтобы не 4 балла 2 арбитры в общем решат так на другие ковры какие схватки сейчас проходит надо бы посмотреть потому что скором времени и наши борцы тоже в других лесовых должны выйти да на ковре а ожидаем до эдуарда попова против алана на кушево через две схватки через одну схватку а затем еще через одну схватку юлиан григорьев тоже ну я бы сказал борис на которого тоже рассчитываем выйдет против аренбуржа дениса и сын бетова также а в категории 61 я ну мы предлагаем особой надежды на андрея медловец его соперником станет а дагестанец имран хонкеров серьезный соперник также ждем и в 70 килограммов до кирилл мордовской против маратов от заева до владимир бояновский против калининградского борца андрея батыгина ну и из вторая схватка николаева романа весит до семидесяти девяти килограммов тоже скором времени в день аронов 92 так нос здесь судьи смотреть челлендж который был выброшен со стороны красного угла арсена фонанова вот он арсен да по два балла дали а ну это уже что-то счет становится 6 10 инакентий по сельский выиграл да ну более грамотно так прочитали момент 4 балла это уже что-то да это не 4 12 но хотя здесь основа саблиров на проходит многие и он в более выгодном положении сейчас будет убивать время или нет да ну рисковал сейчас рисковал последними секунды и победа на туше скорее да накрыл нашего борца саблиров помогает стать он он с с он и с смотрим за яркими момент моментами второго периода очередная схватка Максим Шаргоев Иркутской области и Черим Буздов город Санкт-Петербург Буздова мы сегодня видели против якутского борца спортсмен из Санкт-Петербурга тогда выиграл со счетом 10-0 Молодец, молодец, бойцов свой, свой захват давай, давай, молодец, молодец сейчас поактивней, поактивней так, ну, по сетке категории 61 килограммов можно отметить, что Шигалугов, да, который выиграл Артема Слепцова в следующем круге в одной восьмой финала встретится с Бороевым который также выиграл у Виктора Яковлева далее, 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 далее там есть и Проломов Сультимов ну, мы будем болеть наверное, за Шигалугова чтобы он прошел в финал и дал возможность побороться за бронзу Артема Слепцова ну, там есть и другие наши ребята хотя их осталось тоже немного на самом деле у Артема Слепцова была такая не самая сложная сетка можно было и если бы выиграл первую схватку то на финал бы мне кажется добрался все-таки Артем Слепцов вот смотри отсюда поработай так, ну здесь пока 0-1 в пользу Буздова представителя города Санкт-Петербург города Санкт-Петербург Время, 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 время. Время, 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 время. Время, 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 время. Тамир Ишинемеев, чемпиона турнира Романа Дмитриева, тоже проиграл в первом круге, если говорить о лидерах. Время, 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 время. Бал к красному за пассив синего. Здесь обоюдный захват, действий, без продолжения атаки, поэтому стойка. Покачай, покачай. Покачай, покачай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 И в финалах поболеть за Льва, Павлова и Махначевского. Один балл у Нахушева и последние секунды первого периода. Все очень спокойно. Решили, конечно, выяснить все-таки отношения во второй трехминутке. Пока 30 секунд на отдых. Попытка атаки, видимо, попробуем повторить во втором периоде. Вот спортсмен представляет Крым. Тоже Карачаево-Черкесская республика. Главный тренер нашей взрослой команды Александр Аконечников. Альберт Макаров представляет Черопчинскую школу спортивной борьбы. Проход в ноги. Сразу же бросается Попов. Хорошо. 2-1. Работает активно в партере. Не засчитали пока атаку. Да и за ногу взял его соперник. Сейчас рассудит арбитр. Два балла Нахушеву. 2-3 счет. Радует, что очень... Счет 2-3 и челлендж, да, из угла нашего борца. Не согласны вот с судейским решением, что два балла дали Нахушеву. Может быть обоюдно будет или же даже в пользу Попова. Но опытные арбитры у нас с этим вопросом легко, я думаю, справятся. Накануне мы 9 часов провели борцовский телевизионный марафон. И сегодня тоже уже с 11. 3 часа, да? 4 часа. Да, и у нас и на других коврах тоже, да, по-моему. Да, у нас параллельно идет схватка... Вторая схватка Романа Николаева, да? На центральном ковре. А, нет, на ковре C, да? На ковре C. Роман Николаев против борца из ТВ. Боярба Сайхана Бады. Ну, здесь пока челлендж рассматривают. Если есть возможность, мы одной камерой, наверное, будем следить за схваткой. На ковре C. Да, проигрывает там тоже 0-3 уже счет, да? 3-0, вернее, в пользу борца из ТВ. Это вторая схватка Романа Николаева. Без 40, это более до 79 килограммов. Вот его соперник. Да, челлендж там выигран на ковре, да, нам сказали. И там разрыв в какой счете тоже интересно будет смотреть. Очень активно начинает Роман работать. Ну, проигрывает в 3 балла. Предупреждение борцов в красном трико. Да, кстати, вот мы в углу экрана можете посмотреть схватку на ковре А. В весовой категории до 61 килограмма между Эдуардом Поповым и Аланом Нахушевым. Там рассматривают челлендж до сих пор, по-моему, да? С кубик, мы видим, лежит. И еще один балл. Здесь Бады. 2 минуты остается. Пока ни одного балла не смог Роман заработать. Но времени много. Хороший проход многие, но защищается хорошо Бады. Тоже поднимается Роман. Нет. Отпустил ногу. Пытается выйти за спину, но контролирует ситуацию и Бады тоже. Хорошо защищается. Сейчас арбитр может поднять спортсменов. Пытается вырвать руку Роман. Поднимается. Нет, все-таки стойку поднимаются борцы. Минута 20 секунд. И завершающая минута. Проходит в ноги Бады. Хорошо. Роман снова забирает ногу. Надо попытаться сейчас взять баллы. Но защищается Бады. Немного не хватает совсем Роману. 30 секунд и попытка сейчас взять на бросок только поможет. 16 секунд. 16 секунд. Бомбы. 16 секунд. 15. Бомбы. 6 секунд 5 и все время до во второй схватке роман николаев уступает борцу из тв бояр сайхан бады 40 на ковре а что там происходит все еще рассматривают на ковре а мы вернемся на ковер а после повторов ярких моментов которых не очень много здесь было правда не удалось все таки здесь бал взять на на центральном ковре через одну схватку марат фадзоев и кирилл мордовской выйдут весовой категории до 70 килограммов тоже будет следить за этой схваткой очень долго пока идет челлендж рассмотрение челленджа между схватки между эдуардом поповым и аланом нахушевым весе до 61 килограмма и совсем скоро выйдет марат фадзоев кирилл мордовской повтор едуард поповым здесь взял два балла из каких сомнений здесь нет вот последующие атаки вот в этой завязке челлендж я так понимаю выигран да сейчас посмотрим что там на табло будет 22 а 4 4 4 2 в пользу эдуарда попова да я и вас вызвали на центральный ковер марата фадзоева и кирилла мордовского после этой схватки мы перейдем на центральный ковер здесь остается минута 40 чем бороться выигрывает эдуард попов опять же не надо не стоит уходить сейчас глухую защиту время еще много самому атаковать попытка прохода со стойки активно атакует нахушев остается прошла последняя минута да и два балла еще берет эдуард попов еще опасное положение 64 так осторожно себя за ногу надо стоит отдавать до 64 30 секунд остается и переворот 84 молодец эдуард 20 секунд остается эдуард 4 балла ведет да и останавливаться тоже не стоит лучше вот до проход в ноги и время здесь чуть-чуть да убить средние секунды два балла отыграл все таки концовки но этого не хватило поздравляем эдуарда да поздравляем эдуарда и мы перейдем на центральный ковер б там весовой категории до 70 килограммов марат подзаем и кирилл мордовской а затем уже сразу владимир бояновский и андрей батыгин две хорошие схватки с вами посмотрим кирилл мордовской мы помним его выступление по турниру романа дмитриева он оборолся за бронзовую медаль и но тогда уступил своему сопернику занял пятое место такой позитивный парень кирилл мордовской уроженец верхнего бельгийского луса занимается сейчас вольной борьбой в черопинском спортивной школе марат подзая красный угол отмечали что является племянником двукратного олимпийского чемпиона арсену подзая в арсену сулеймановичу подзая за я прошел и здесь будет два балла заканчивается первый период за счетом 20 вадим лалиев вот с водой чемпион европы чемпион россии свое время был одним из лидеров сборной россии сейчас работает тренерском штабе сборной команды россии ну и параллельно да тоже выводит на ковер осетинских атлетов а 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 Борьба на краю ковра На самом И стойка Вполне справедливо Да, хороший проход Да, и Мгновенная Контр Да, оба борцы показали хорошую защиту Да, но все-таки здесь Фадзаев забирает еще один балл Такой рабочий балл 4-0 Ведет Борец в красном трико Марат Фадзаев Так, ну после этой схватки Мы ожидаем Выхода на ковер Владимира Баяновского Победителя Международного турнира В памяти Романа Дмитриева Который проходил на этой Арене ровно месяц назад Еще один хороший проход Мордовского 2-4 И до Конца схватки Остается Ровно минута Еще один проход Такой же Нужен Кириллу сейчас Найти 30 секунд Защищается Подзаев Мордовской Ищет момент Ищет момент Для Решающего Приема Броска Прохода Главное Да-да Вот Хорошая была попытка Но прочитал Опять-таки Подзаев Хотя бы Один балл Сейчас Один балл Хотя бы Время идет Надо Что-то другое Придумать Не Только не за ковер Только не за ковер Один Одна секунда Остается И К сожалению Этого Не хватит Хотя да Кирилл Все-таки Попытался Бороться До конца Да Свисток 4-3 Но Тем не менее Да Кирилл Кириллу Нужно Дать Должное Он боролся До конца Выложил Все свои Оставил Все свои силы На ковре Эти схватки Маленькая ошибка Да Вот В конце Первого периода И в начале Второго И как итог Как следствие Поражения Ну да Интересная Складка Ну Наверное Можно посчитать Одним Из фаворитов Да Этого Веса Подзаева Марат Вандаев Ну Что будет Дальше Посмотрим Владимир Баяновский Сейчас Красного угла Выйдет На этом ковре И его соперник Из Калининграда Андрей Батыгин Владимир Баяновский С хорошим настроением Пойдет на ковер Его соперник Батыгин Андрей Далее мы Перейдем на Ковер А Где Будут продолжать Схватки Борцы Весовой категории До 61 Килограмма Идет Ильян Григорьев Сейчас Внимание Все на Центральный ковер Владимир Баяновский Андрей Батыгин Саха Калининград В атакующей позиции Владимир Присандует Соперника За ковер Вытолкнут Да И получается 1-0 Баяновский А Кстати На ковре А Ильян Григорьев Уже Выиграл Свою схватку С борцом Из Оренбургской Области Денисом Исенпетовым А здесь Владимир Баяновский Доводит Счет До 5-0 Ну не все Внимание Мы все-таки Одной весовой категории Должны уделять Надо посмотреть И другие веса Владимир Баяновский Тем более Что очень Неплохо Начинает Этот поединок Прямо сказать Да Минута 20 И Разрыв 5 баллов Повод для Оптимизма Снова В атаке Володя Еще 2 балла 7-0 Переворот Получится Да 2 балла И еще 2 Там 9-11 Наверное Уже Да Показывает Пока Еще 2 По-моему Там уже 13 На самом деле Должно быть Но досрочная В любом случае Победа Владимира Баяновского С чем мы Его и поздравляем Проходит он Следующую стадию В 1-8 финала В весовой категории До 70 Кг Смотрим Яркие моменты Поединка Нет Мы Сейчас Наверное Перейдем Скорее всего Тоже На ковер А Здесь Через 2 Даже через 3 схватки Андрей Медловец В общем Спешить В общем-то Не будем Наверное Может быть На ковер С Обратим Внимание Там Должен Выйти Наш Тяжеловес Евгений Аронов Через Пару Схваток Я так Понимаю Да На ковер С Посмотрим Другие Весовые Категории 79 И 92 Кг Борцы Выступают На этом Ковре К сожалению Роман Николаев Уступил Во второй Поединке Ну а Весе До 92 Кг Евгений Аронов Проведет Свою Складку С Борцом Который Выиграл Квалификацию Посмотрим На ковер Повторно Приглашается Пару Адаман Дагестан Адам Квалификацию 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 Так Это схватка Весовой Категории До 92 Кг Сенан Пашаев И Рустам Исаев Ханты-Мансийский Автономный Круг И Красноярский Край Далее Будет Еще Одна Схватка В этом Весе В стадии 1-8 Между Борцом Из Чеченской Республики И Борцами Из Чечни И Чувашии А уже Потом Выйдет Евгений Аронов Борцом Нагалира Иллюзии Весел 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 Чек Край Откры Николай Николай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 2-0 в пользу Исаева Блоккая Блоккая Еще 2 балла у Исаева И уже 6-0 ведет борец синим трико Красноярец На гербе Красноярска Лев Можно борцов всех назвать львами из Красноярска Проход в ноги от Исаева Поднимается Да, вот 92 килограмма и 4 балла Никаких сомнений И 10-0 Эта схватка завершается Яркой победой борца из Сибири Проходит он в 1-4 финала Следующие схватки Килап Мусаев, Ерми Сергеев Чечня и Чубашия Могут бороться Вот проход в ноги Поднимает И вот здесь 2 балла Да 4-бальный мы Сейчас посмотрим Бросок Вот он Амплитудный Красивый Бросок со стойки 4-0 Вернее на 4 балла Следующая пара Килап Мусаев Перед вами Борец из Чечни И вот соперник Из Чуваши Еремей Сергеев Да Снова Повторимся Из Чуваши Действительно Много борцов Приехало на Наши соревнования Вот один из них Весит 90-92 килограммов За выход В 1-4 финала Следующей парой Выйдет наш Евгений Аронов Весит Весит Днем Номн Откручиваем Играет музыка. Попытался пройти в ноги Сергеев. Безуспешно. Первый момент завершается и арбитр скоро будет наказывать. Вернее, пока предупредит борцов не очень активные они на ковре. Вернее, пока предупредит борцов не очень активные они на ковре. Вернее, пока предупредит борцов не очень активные они на ковре. Вернее, пока предупредит борцов не очень активные они на ковре. Играет музыка. Вернее, приглашаем Шахалфеев, Тлотов, Тлотов, автоматизм. Да, Сергеев все-таки удалось провести атаку в концовке первого периода. Да, и забирает он два балла. Но он активнее был, мне кажется, да, и скорее я бы показал предупредение Мусаеву. Сергеев, да, еще доказывает, что он лучше выглядел в этом периоде. И 4-1 счет уже в пользу Сергеева. Играет музыка. Вторая трехминутка начинается при счете 1-4. В пользу борца ищу вашей. Ирмей Сергеев. Хорошую борьбу показывает борец из Чувашской Республики. Тут бездействие, наверное, обойдется. Держит ногу. Атаковать будет сложно. 30 секунд ушло на эту атаку. Еще один проход. Сразу же бросается в ноги Сергеев. Но если получается, то почему нет? Ну, переворот обратный. Вабала показывает арбитр на ковре. А зажигает, ну да, 2-3-4. Мусаев сокращает разрыв счете. Всего балл уступает. Красивый прием показал. Сергеев уже не так охотно будет, наверное, проходить в ноги. Хотя в первом периоде он именно с такой же атаки сумел 4 балла взять. И все равно он больше атакует. Полторы минуты. Близки мы к последней минуте. И Мусаев будет активно работать в этой минуте. Хотя Сергеев тоже может, наверное, предложить такую борьбу. Потому что разрыв совсем небольшой. Всего 1 балл. И уверенности в том, что он выстоит нет. И заступает за ковер. Сергеев 1 балл от Квитал Мусаев. 4-4. Счет равный. А, нет, Сергеев, да? Ну, 4-4 должно быть, да. 20 секунд. По-прежнему выигрывает Сергеев за счет качества. Два балла он. По два балла взял он в своей атаке. Дважды на два балла. И накрывается Мусаев в этой атаке. Два балла еще у Сергеева. 4-6. С этим счетом завершается этот поединок. В пользу борца еще в вашей. Ждем мы выхода на ковер Евгения Аронова. Его соперником будет спортсмен из Воронежа Егор Бельских. Поднимает соперника. Геремей Сергеев. Приходит в следующий раунд. Проследим за Евгением Ароновым. Выигрывал он и Дальний Восток. В этом году он призер. Дальний Восток. Это яркие моменты предыдущей схватки. Вот Евгений Аронов. Молодой борец. Родом из Мирного. Родной брат Андрея Аронова. Чемпиона Республики. Выигрывал его старший брат. И чемпионат Дальнего Востока. И многие другие турниры. Всероссийский. Известный мастер. И младший брат тоже идет. По стопам старшего брата. Барец. Его соперник из Воронежа. Егор Бельских. И стали в пенсияхах. И в мастер-пенсиях. Всероссийский. Спортам. Спортам. И в мостах. Первая минута завершилась и предупреждение Бельских 30 секунд на проведение атаки. Проход в ноги от Бельских, но переворот до 4 балла Бельских зарабатывает, работает в партере. И еще 2, плюс может на Туше сейчас получит. Ну да, видимо Туше чистая победа. Да, вот эта развязка очень быстро выигрывает этот поединок. Так, спортсмен из Воронежа и город Бельских. Мы перейдем после этой схватки на ковер А, где продолжаются схватки в весовой категории до 61 килограмма. Должен выйти наш борис Андрей Мидловец. В скором времени. А через одну схватку после этой борьбы Виктор Яковлев и Эдуард Попов и Юлиан Григорьев. В общем, наши борцы пока еще в борьбе за медали. В этом весе в стадии 1-16. Одна схватка и уже в 1-8 несколько схваток. Могу видимо. Доковер Бельехов. Доковер Бель решать это heroes. Доковер Бель olması. Доковер Бель정이. Доковер Бельехов. Неправильный расход к во eighty-ми дв titanic задней. Продолжение следует... 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 Соперник из Дагестана. Имран Хункеров. Синий трико. Два балла у Имрана Хункерова. Да, много борцов из Дагестана в этом весе. Сразу после этой схватки еще один выйдет. Два балла у Имрана Хункерова. Два балла у Имрана Дмитриева. Два балла у Имрана Хункерова. Два балла у Имрана Хункерова. Два балла у Имрана Хункерова. Заключительная минута первого периода. Два балла у Имрана Хункерова. 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 Второй вперед. Свисток и предупреждение Хункерову. Снова в стойке работа. Еще показывает предупреждение руководитель Ковра. И 30 секунд отсчитывает Хункерову. Две минуты бороться. Андрей, видимо, решил дождаться окончания штрафного времени. И один балл сейчас на счету Медловеца. Минута 40. И вступает только в один балл Медловец. Но за ковер выталкивает Хункеров. Хункеров. И счет вновь восстанавливается. Разрыв. 1-3. Медловец. 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 Медловц. Дальний. Медловец. Метл... соединяет руки андрей медловец разорвал бросок совершить два балла могут спасти в принципе ситуацию хорошо защищается хункеров на последние 30 секунд и андрею сейчас надо выкладываться на все 100 до 20 секунд надо попытаться выйти за спину может сам сейчас выйти за ковер взял захват плотный попытка провести лампочку не удается и две секунды все остается два балла он кирову время там завершилась да на табло до 51 но в пользу хун кирова в синем андрей уступает вот здесь один балл и последняя атака в которой попытался сделать бросок провести бросок андрей медловец не довернул и сам отдал два балла следующая схватка в этом весе уже заключительная в одной 16 финала и мы начнем 1 стадию 1 8 в этом весе красном трико борец из тв кежи кондар его соперник из дагестана имам умаров и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... На ковре в этой схватке уже счет 4-2 в пользу борца СТВ. Пока. Да, в стадии 1-8 финала мы увидим схватку Виктора Яковлева и Айдамира Шигалугова. Борца, который выиграл у Артема Слепцова, да? В концовке схватки. Еще 2 балла зарабатывает Ондар. 6-2. Счет. Интересная завязка. Пока арбитр не дает свисток. Да, и здесь 4 балла. 2 балла у борца из Дагестана. 6-4. Умаров сокращает разрыв. Ух ты! Попытка броска, но... Сколько? 6-6. Еще 2 балла у Умарова. Зря рискнул здесь Ондар. Кежик Ондар, но счет равный. Впереди еще второй период, так что... Ничего страшного пока. Также в этом весе Альберту Мат. Также спортсмены СТВ против борца из Ставрополя Льва Проломова. Еще несколько борцов наших выйдут. В этом весе. В этом весе. В одном весе. В том числе 16 финала весы. В теме весы. В том числе 16 агент. Ковернула. В throwback L. В этом весе. В этом весе. В этом весе. В том числе 17 агент. В то, что вы. В то, что вы. В то, что вы. Стоявский галл. второй период и 2 балла зарабатывает умаров и выходит вперед в этом поединке 86 ведет он еще 26 10 на Каберевые победы держал Юра Ваня Капетяна Красноярский кран на Каберевые приглашали Царап Баба Санкт-Петербург в опасном положении Ондар на счет пока еще не изменился пытается даже атаковать Ондар 2 балла показывает арбитр и 12-6 идет Умаров вышел из зоны из рабочей зоны 12-6 надо в титрах поменять счет проходит в ноги Ондар сокращает разницу в счете 8-12 работает хорошо в партере 10-12 можно еще раз перевернуть и тогда уже почему не меняется на счет по-моему 10 да 10-12 минута последняя остается и шанс у Ондара будет попытка броска но за спину выходит Умаров и 4 балла ведет 10-4 45 секунд Кежик Ондар безусловно последнюю атаку должен провести успешно или нет посмотрим 30 секунд остается возвращается в центр Ондар ковра на пытается он выйти на позицию откуда можно сделать бросок 10 секунд 9 ну и видимо все последние силы отдал Ондар и завершается с этим счетом поединок 10-14 непростая встреча получилась много технических действий красиво Богу кто номер какой 11 я там на табло поменяли меня кто там Продолжение следует...